Сегодня 7 октября 2015 года. Это Никита. Мы здесь где-то прорыв первый был. И вот сейчас с соломой вместе. Водички, наверное, подлить надо, нет? Не надо. Так, чтобы у тебя в сырое оно входило. Утолочь надо. Здесь бульдозер не ходила в стороне. Мы пока дойдем. И вот сейчас с террасами, с соломой, с брошенным сеном. И потихоньку, медленно-медленно поднимается кверху. Уже поднялся сантиметр на 80. Видишь как? Вот рядом это самый пруд, который делаем, называется храмовый. Интересно, если смотреть на Игоря в склад, то прямо над складом, я думаю, увидят люди. Храмовый крест там, видать. Вот. Мне интересуют еще и старые пни. Вот пни. А они уже полностью отжили. Тут наполовину гнилье в них. Но их спилили. Вот оно, положили. Только спилили. Ну, дожди, конечно, шли. Со всех сторон брызнули отростки. Какая жизненность. Тут ничего не было. Голый ствол. Совершенно голый. Сразу же поперло. Вот здесь сколько спилили. Эти были. Кленок, кленовый. Вот. Показать. Это вот прорыв прошлогодний, где вот ходим. Вот оно. Видите, какая глубокая, глубокая. И вон туда она пошла. Вода. Это с двух сторон. Из этого пруда она уходила. А туда идет вниз, вниз. Здесь километров, я не знаю, метров-то 8 глубина, наверное, есть. Там березы большие на пути. Вот это сделали для перехода. Положили дверь железом обитая. И вот завалили этот у ней поворот здесь. Это вот деревья, которые тут росли, убрали. И вот они, эти деревья, все до одного. Смотрите, как кусист. Тут ничего не было. Это клен. Но так как теперь у него листья-то вверху все это отрубили. Вот как оно буйно просто. По-другому не скажешь. Вот они. Вот подо мной. Пенек. Это не просто так растет. А пенек, вот он видно внизу. Вот. Вот сколько здесь. Жизненная сила, однако, какая. Просто рвет. Кверху. А это вот рядом только сколько было. Тут большая яма была. Бульдазарев все сравнял. Теперь нам легко ходить. По ступенькам. Попутно показать. Когда землю делают. Ну, делают, имею в виду. В земле ступеньки. Они все обрушиваются. Поэтому тут надо знать, как делать. Вот я сейчас подхожу. Когда рубишь, то до края не дорубать. А естественно, немножко оставлять. Вот где травка растет. Ну, две трети я не трогаю. Одну треть ноге ступить. Здесь ничего не было. Гладкий вот такой склон. И вот так вот подрубил. И сколько ходили во время дождя. И ни одна ступенька не повредилась. А ходили с шифером. Тяжелая такая работа. Вот. На это дальше вышел я на бугор. Видать, лагерный пруд. Тут крещение. Вот в этом месте. Вот здесь вот. Там Сергей работает с Владимиром Пащенко. Сергей Пупков. А мы с Никитой здесь двое. Вот. С Никитой все легче работать. С каждым днем буквально. Сегодня только начали там пилить. Где-то он лезет куда не надо. И он не видит, что дерево это засыпилось до другой сук. Зависло. Оно уже оторванное. И это выше намного головы. А тот сук засыпился еще в промежутках. И надо понимать, что зачем держится. Подойти нельзя. Поэтому то, что зависло, надо аккуратно обрезать. Уменьшать вес. Ну, а потом найти главное что. Ударить. Поэтому отпилить. Оно рухнет. И на полу тогда добить. Ну, только гляди за ним. Он бы голову сложил. Вон там пни. И тоже дают ростки. Вот это 20 лет назад. О, березку одну свалили. Ну, еще одна осталась. Вот как. 20 лет назад бульдозерист был здесь. Ушаков Стребрихи. Замечательный человек. Как много он сделал. И нынче Бог дал бульдозериста. Тоже хороший. Вот сейчас даже шофер, видите, как разговариваем на КАМАЗе. Тоже поехал в лес, где пили доски. Только познакомились. Хорошие ребята. Сколько у людей везде добрых. Бог располагает. А мы говорим каждый день. Дай, Господи, добрых помощников, наставников и советников. И у нас отовсюду дают советы. Конечно, все один человек знать не может. Ну, кое-что даже переделываем. Взвесим и думаем, вот это делали. Ну-ка, на одну ступеньку ниже сойдем. И маленько по-другому надо ее вывести. Сдвинуть вправо, влево. Переделка-то такая. Вот он. Никита налил, вода течет. Ее надо лопатой протыкать сверху, чтобы она воду-то вовнутрь приняла. Ты разные полоски, ямочки наделай. Да, в общем-то, я к тебе могу сейчас сойти, Никита. Сейчас сойду.